11 апреля в актовом зале Камчатской краевой научной библиотеки начнут свою работу 38-е Крашенинниковские чтения, посвященные двум очень важным датам – 170-летию Петропавловской обороны 1854 года и 120-летию обороны Камчатки в годы русско-японской войны. По традиции на чтениях будут вручены две премии – Крашенинниковская и Гропянова имени Евгения Валерьяновича Гропянова. На чтения в этом году подано более 50 заявок. Очное участие примут как ученые Петропавловска-Камчатского, так и участники из других регионов – Магадана и Южно-Сахалинска. При поддержке Фонда культурных инициатив, так как чтения проходят в рамках гранта историко-краеведческой экспедиции дорогами камчатских просветителей XX века, мы привезли на чтение участников из отдаленных районов Камчатского края. Это краеведы из Эсса, Милькова, Козыревска, Соболева и Тегеля. Доклады будут, конечно, посвящены различным темам, касающимся региональной истории Камчатки, выдающимся личностям, экологии, этнографии и многим-многим-многим другим темам. Продлятся они в течение всего дня и завершатся презентацией экологической литературы традиционно. А на следующий день в рамках также крошененниковских чтений пройдет историко-краеведческая конференция школьников под крылом Кудха. Это будет такая молодежная секция наших чтений. И приходите, дорогие друзья, будет интересно. А у кого не получится принять очное участие в чтениях и послушать эти интересные доклады, смогут посмотреть их во время трансляции в нашей библиотечной сети ВКонтакте. Продолжение следует...